Все начинается всегда с малого. С себя, со своих братьев, сестер, с родителей, с того, что вас окружает дома. И если в доме все мило сердцу, значит в душе гармония, а значит вы можете нести милосердие в мир. Учитель – это даже не призвание, это жизнь. Так считает Наталья Зюзюкина, преподаватель Шуховского лицея. По первому образованию она фармацевт-провизор, но ее сердце принадлежит детям. Поэтому и профессию она выбрала близкую душе. Я люблю, когда в школе шумно, когда много детей, когда дети говорят на своем языке, когда не умеют объясняться, когда не дурачатся, когда не, может быть, ведут себя не так, как хотелось бы, потому что школа – это дети. Такие разные – прилежные, капризные, трудолюбивые и немного ленивые, умные, хитрые и талантливые – каждому ребенку нужен особенный подход. Я зашла в кабинет, и все дети стоят на партах. Это был мой первый школьный день. Но я же не сдалась. Все рассказывать не буду, но на пятой оценке в журнал уже почти все сидели за партами. Теперь Наталья Васильевна – одна из любимых учителей для ребят. Вместе они не только открывают для себя мир русского языка и литературы, но и много путешествуют, участвуют в олимпиадах и конкурсах, любят болтать обо всем на свете. Я люблю не только уроки с Натальей Васильевной, я вообще люблю Наталью Васильевну. Очень, очень, очень. Это человек, для которого дети – это просто вершина любви. Увидели, чтобы у какого-то учителя вообще на окнах дети рисовали и писали им признание в любви. Ну просто, ну это же дорогого стоит. Некоторые учителя могут работать только в школе. У меня мама работает дома. Она может работать в 12 ночи до 3 часов ночи, чтобы подготовиться к какому-либо уроку. Она сразу сказала, что она сразу нас всех любит и уважает. Это сразу как-то притягивает к себе. И ты понимаешь, что ты можешь довериться человеку и не только в плане учебы, но и в плане каких-то личных проблем. Она очень справедливый учитель. То, что она всегда поможет тем, кто нуждается в помощи. Она никогда не откажет. Она всегда пытается создать такую атмосферу в классе, чтобы каждый ученик помогал другому. И она никого не оставит без внимания. А вот и результат такого тесного взаимодействия. В классе Натальи Зюзюкиной сразу 7 стипендиатов мэра и стипендиат губернатора. Да секрет, наверное, в трудолюбии, в постоянной работе, работе над собой. Я всегда настраиваю детей на то, что легкого пути в жизни не будет никогда. И преодолевать надо научиться прежде всего себя. С упорством и старанием Наталья Васильевна знакома не понаслышке. Среди ее личных достижений – почетный знак «Работник просвещения и воспитания Российской Федерации». Медаль «Педагог-наставник». Многочисленные награды за вклад в развитие образовательного процесса. Наталья Зюзюкина не просто учитель, она настоящий наставник, который на своем примере воспитывает молодое поколение. Это не цель моей работы вообще. Самая главная цель работы учителя – это успешный ученик. Вот если бы столько было у каждого из моих учеников, я бы была счастливым педагогом. Ну, наверное, во сто крат счастливее, чем сегодня. Но не одни награды радуют глаз. Целая полка в кабинете учителя отдана под любимое хобби – коллекционирование колокольчиков. Большинство из них подарено благодарными учениками. Вот это Ярославль. Это колокольчики, которые вешают на сбруи лошади. Это колокольчик в образе матрешки. Это московский колокольчик. Есть у меня два колокольчика хрустальцев. Они звенят совершенно по-разному. Это вот из Новороссийска. Вот. А этот из Анапы. Конечно, есть в коллекции и главный символ школы, который громким звоном знаменует и начало, и окончание учебного года. Когда мы находились на дистанционке, нужно было как-то провести последний звонок. Вот звонила в этот колокольчик. И пусть у ребят сейчас каникулы, школу Наталья Васильевна не оставляет ни на минуту. Вместе с талантливыми учениками они подают заявки на новые конкурсы, готовятся к новым проектам. Наверное, именно благодаря такой бесконечной любви к своему делу, педагогам и наставникам удается развить у детей любопытство, интерес и желание развиваться. Анастасия Ильина, Антон Гребенников, Белгород Медиа.